друзья всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей сегодняшнее наше видео будет посвящено выбору горнолыжного шлема я расскажу чем они все отличаются и на что нужно обратить внимание при выборе шлема прежде всего хотелось бы отметить то что шлем это не просто красивый аксессуар это необходимая часть снаряжения горнолыжника мы за безопасное катание и даже если вы утверждаете что вы катаетесь аккуратно быстро не ездите не падаете вы можете просто стоять в очереди на подъемник и получить бугелем по голове в этом случае шлем вас спасет от сотрясения safety first как вы видите шлемов достаточно много они все отличаются не только по цветам но и по всяким разным технологиям ну и начнем самого главного это размер горнолыжного шлема потому что с одной стороны шлем должен сидеть плотно на голове не болтаться с другой стороны он не должен вам давить иначе у вас через полчаса катания заболит голова размер шлема указывается в цифрах или в буквах или в цифрах и буквах размер шлема это окружность вашей головы чтобы определить окружность головы нужно просто взять сантиметр и измерить от середины лба окружность головы вы получите цифру которая будет означать размер вашего шлема но первый момент которым будут отличаться шлемаки это своей конструкции бывают шлема от жесткими ушами полностью закрытый и бывают шлема с мягкими ушами, где вот эта часть, которая закрывает ухо, она мягкая и она съемная. Но все-таки большинство моделей шлемов выпускается с мягкими ушами, потому что этого вполне достаточно для обычного рядового катания. Жесткие же уши обеспечивают большую степень защиты от удара вешкой, и такие вещи актуальны только для спортсменов. Следующий момент, который я хочу упомянуть, это система регулировки размера. Практически на всех шлемах она есть, но исполнение ее бывает разным. В некоторых шлемах это просто такая вот крутилка, которая позволяет менять размер в пределах 2-3 сантиметров. Здесь вот, например, 59-63. Вы можете наиболее точно подогнать шлем по голове. Некоторые производители используют в качестве регулировки систему Буа, которая хорошо знакома многим по обуви, ее часто там используют. Но суть такая же, как и у обычной крутилки. Здесь просто натягивается и ослабляется тросик, который идет по окружности всего шлемака. Компания Salomon на своих шлемах использует систему подгонки размера, которая называется Custom Air. Она представляет из себя такой воздушный баллон, который накачивается и сдувается. И эта система придает несколько больший комфорт, чем обычная крутилка. Чтобы вам было не жарко и комфортно при катании, на многих шлемах существует такая вещь, как система вентиляции. Представляет собой специальное отверстие, через которое проходит воздух. На некоторых моделях она имеет возможность открываться-закрываться, а на некоторых моделях есть даже двухзонная система регулировки вентиляции. На ряде моделей шлемов вы можете найти маленькую желтенькую наклеечку, на которой написано MIPS. Это система дополнительной безопасности, которая обеспечивает защиту от скользящего удара при падении. Суть ее сводится к тому, что внутренняя часть шлема имеет некоторую подвижность относительно внешней оболочки, и при падении и скользящем ударе она будет смещаться, тем самым защищая вашу голову от травмы. Очень модный тренд последних лет — это шлем с визором. По сути, вы, покупая шлем, покупаете сразу шлем и маску, которая идеально к нему подходит. Системы крепления визора бывают на резиночке, вот, например, как в этом варианте, либо на шарнире, как это делает Atomic и Salomon в своих шлемаках. Также визоры могут быть сменные, а могут быть и несменные. На подавляющем большинстве моделей шлемаков есть такая вещь, как фиксатор ремешка вашей маски. Собственно, он находится сзади, сюда вот просовывается ремешок, чтобы, если вы маску сняли, подняли на шлем, или она у вас упала, не потеряли ее, не уронили в снег. В данном случае это шлем, внимание, это шлем с визором, но при этом у него есть фиксатор маски. Это очень, кстати, классная тема, потому что вы этот шлем можете использовать как с визором, так и с маской. Это делает только Atomic, им большой за это респект. На некоторых моделях шлемов есть такая вещь, как небольшой козырек. Он служит, конечно же, не для того, чтобы защищать вас от солнца. В определенной степени это стиль, но у него есть некоторый функционал. Он полезен в том случае, когда идут мокрые осадки в виде мокрого снега или дождя, и он защищает вашу маску от стекания на нее капель со шлема. На подавляющем большинстве моделей шлемов внутри расположена такая специальная мягкая вкладка, которая, собственно, прилегает к вашей голове, и ее можно снять и постирать при необходимости. Ну и пару слов о системах застежки фиксирующего ремешка шлемака. Они бывают в виде классической бакли, бывают сделаны по типу автомобильного ремня безопасности с металлической скобой, а бывают разного рода магнитные застежки. Ну и, конечно, понятное дело, все ремешки регулируются по длине. Ну и, конечно же, шлема будут отличаться друг от друга по весу. Но это не означает, что более легкий шлем обеспечивает меньшую безопасность при катании. Он просто будет легче ощущаться на голове. Технологии. Ну и в конце хотелось бы еще раз сказать о том, что мы призываем всех кататься в шлеме. Даже самый недорогой и простой шлем защитит вашу голову гораздо лучше, чем обычная шапка. Поэтому одевайте шлем, катайтесь и не забывайте подписываться наш канал, ставить лайки. С вами был магазин Горной Вершины. Я Андрей. Всем пока!